Ребята, сегодня праздник моей жизни! Я иду покупать iPhone X! Оу-оу-оу, Дима, полегче, притормози! Сегодня представили новый флагман Xiaomi Mi 8, и судя по независимым рейтингам, он обошел iPhone X по всем фронтам. Зачем тебе тогда нужна десятка? Подожди месяц, дожди старта продаж Xiaomi Mi 8. Точно! Мой любимый Xiaomi! Как же я мог про тебя забыть? А вы ждали флагманский Xiaomi Mi 8? Я думаю, не зря. Несмотря на то, что внешне это очередная копия iPhone X, у китайцев получился весьма производительный флагман, один из самых лучших в мире. А еще у него будет довольно демократичная цена, около 30-35 тысяч рублей. Сейчас все и расскажу об этой новинке. Будет интересно, досмотрите до конца. Поехали! Первое впечатление. Дизайн. Если бы не нижняя черная рамка экрана, или как ее еще называют, борода, по виду спереди можно было бы подумать, что в Xiaomi сошли с ума и полностью перерисовали дизайн iPhone X для своей флагманской новинки Mi 8. Вы так не находите? А если присмотреться детальнее, что можно увидеть? С iPhone X очень сильно перекликается широкая челка в верхней части экрана. Это связано с наличием полноценной технологии Face ID. На нижнем торце корпуса отсутствует 3,5-мм разъем для наушников, а форма и расположение основной сдвоенной камеры тоже соответствуют iPhone X. На задней панели корпуса установлен привычный сканер отпечатков пальцев. Размеры смартфона совпадают с Mi 6, у которого был меньший по диагонали 5,5-дюймовый экран. Напишите в комментариях, что вы думаете о дизайне Xiaomi Mi 8. Дисплей. Нас встречает AMOLED-экран с соотношением сторон 18,7 к 9 и диагональю 6,21 дюйм. Он занимает 88,5% передней панели, что весьма достойно. Если сюда добавить контрастность 60,000 к 1 и яркость 600 нит, то вообще замечательно. С видимостью изображения на улице проблем точно не будет. Картинка в целом очень качественная. Производительность. Конечно, мы ожидали наличия Qualcomm Snapdragon 845. Все так и произошло. К нему в пару идет оперативная память объемом 6 гигов. В Antutu смартфон выдает 301 тысячу баллов, что на сегодняшний день является высочайшим результатом среди всех смартфонов. Кроме того, это первое мобильное устройство, набравшее в принципе свыше 300 тысяч баллов в этом тесте. К слову сказать, в апрельском рейтинге самым крутым смартфоном был Xiaomi Black Shark с количеством баллов 272 тысячи. Похоже, в следующем рейтинге Xiaomi оккупирует первую пятерку Antutu, допустив в нее только флагманы Samsung Galaxy S9 и S9+. Ставь лайк, если рад за Xiaomi. Камера. Здесь любителей Xiaomi ожидает еще один радостный сюрприз. Xiaomi Mi 8 обошел в рейтинге DxOMark iPhone X, может, если захочет. Напомню, у iPhone X в этом рейтинге 97 баллов, а вот Xiaomi Mi 8 получил 99. Круче него только Galaxy S9+, Huawei P20 и HTC U12+. Ну и на вершине DxOMark находится Huawei P20 Pro со 109 баллов. Но он сильно отстает от Mi 8 в рейтинге производительности Antutu. Ну, рейтинги рейтингами, а реальное качество камеры мы узнаем, когда испытаем его в действии. Я думаю, что если в отношении фотосъемки Mi 8 и обгонит iPhone X, то в плане видеосъемки это маловероятно. Если говорить про технические характеристики, то в Mi 8 установлена двойная камера с модулями на 12 Мп и диафрагма f1.8 и f2.4 соответственно. Второй сенсор используется для съемки с двукратным оптическим зумом и захвата информации о глубине резкости для размытия заднего фона в портретном режиме. Имеется быстрый фазовый автофокус и четырехосевая оптическая стабилизация изображения. В дополнение используются функции искусственного интеллекта для анализа сцены и выбора оптимальных настроек для каждого кадра. Фронтальная камера с разрешением 20 Мп и светосилой f2.0 поддерживает режим бьютификации, позволяющий изменять пропорции лица, размер глаз, состояние кожи и т.д. Фишки. Mi 8 можно назвать первой полноценной копией iPhone X. Почему? Да потому что Xiaomi первая смогла полностью повторить Face ID от Apple. В остальных Android-смартфонах это реализовано только за счет камеры, а не за счет 3D-сканирования. На практике это означает то, что телефон проще будет разблокировать в темноте, а также нельзя обмануть фотографией. То есть повышается безопасность. Кроме того, в Mi 8 заявлен двухдиапазонный приемник спутниковой системы GPS. Это существенно повышает точность и стабильность навигации. Цена. Начальная версия Xiaomi Mi 8 с 64 гигабайтами памяти будет стоить от 420 долларов. Ну, у нас в стране добавится пошлина НДС, само собой. Версия на 256 гигов оценена в 515 долларов. Ставь лайк, если нравится такая цена. Это будет самый доступный флагман во всем мире. Думаете, на этом все? Нет, конечно. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Что это такое? Xiaomi сразу же представила спецверсию флагмана Mi 8 под названием Explorer Edition. Он получил прозрачную заднюю панель. Вследствие этого сканер отпечатков пальцев переехал под стекло дисплея. Наконец-то! Как давно мы этого ждали, а? Эта спецверсия стала вторым смартфоном в мире после Vivo со сканером отпечатков пальцев в дисплее. Кстати, про него недавно у нас был роль. Кроме того, в Mi 8 Explorer Edition 8 гигабайт оперативной памяти. Стоимость составит 580 долларов США. Mi 8 SE. Неожиданностью для многих стала облегченная версия флагмана. Mi 8 SE. Выглядит она почти так же, как и Mi 8, но в ней нет Face ID и немного поменьше диагонали экрана. Но что самое интересное, смартфон построен на базе нового Snapdragon 710. Этот процессор показывает производительность почти на уровне прошлогоднего флагмана Snapdragon 835. Но при этом цена смартфона будет составлять всего 17-20 тысяч рублей. Кажется, это будет лучший смартфон в среднеценовом сегменте. Mi Band 3. Еще одной новинкой стал браслет Mi Band 3. Он очень похож на своего предшественника Mi Band 2, но все же получил обновленный дизайн, увеличенный 0,78 дюйма сенсорный OLED-дисплей, модуль NFC, а также защиту от воды до 50 метров. По последней информации, модуль NFC все же будет поддерживать Google Pay и другие сервисы. Всего будет две версии, без NFC и с NFC. Вторая будет продаваться только где-то с сентября, а версия без NFC выйдет уже через месяц. Стоить будет около 2000 рублей. Компания Xiaomi выпустила множество разных устройств. Как всегда, у них очень хорошее соотношение цена-качество-производительность. Кто не хочет получить за 500 баксов самый мощный смартфон в мире, а? Напишите в комментарии. Ну а теперь игра. А что это за смартфон, а? Кстати, он был высоко оценен, войдя в топ-10 рейтинга Antutu. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!